Всем привет, вы на канале Аполло Геймс, и это Рейнс, Игра Престолов. В общем, как обычный Рейнс, только адаптированный под Игру Престолов. Ну что ж, будем сейчас смотреть на это всё. Мы начинаем за Дейенерис. Дейенерис бурерождённая из Дома Таргариенов. Мать драконов, Железный Трон теперь ваш. Занять Трон и отвернуться. Давай занимаем Трон. Я бы поостерёгся, Трон ужасно колюч. На собрании Малого Совета куда безопаснее, и оно как раз вот-вот начнётся. Да, кстати, я музыку выключил, потому что Ютуб будет очень сильно ругаться, потому что тут музыка из сериала постоянно играет. Так, хорошо, мне нужно увидеть Дрогона. Это мы сделаем потом, давай на собрание пойдём. Тогда позвольте мне, он ведёт вас в Башню Десницы. Ваша Светлость. Добро пожаловать на первое собрание Совета. Мы здесь, чтобы помочь вам, ежели возникнет надобность. Есть ли весть из Севера, как утомительно. Мейстер Эдард. Минтерфелл просит ещё денег. Они говорят, что их потери во время войны Пяти Горолей были слишком велики. И они правы, мы не можем им помочь. Ну, давай, дадим. Леди Санса очень любима народам. Крепкий союз с Севером будет нам очень на руку. Твоя правда. Помогите нам распространить веру в семерых. И мы сделаем всё, чтобы этот союз пришёлся по нраву народу. Ваша помощь будет очень кстати. Примите мой скромный совет. Не стоит давать власть служителям церкви. Они используют её против вас. Ну, да, это... Это да. Это верно. Лорд Варис. Ну, они могут быть полезны, верно. Да, верно. Я всё слышал. Моя любовь к короне чиста, подобно Деве. Ну, да, да. Мы знаем. Я у Бери. Золотой плащ врывается в комнату Малого Совета. Простите мое вторжение, Ваша Светлость. Но у ворот замка собирается толпа. Разгоните их, чего они хотят. Давай спросим. Может, нам стоит выйти к ним и спросить? Думаю, собрание можно считать оконченным. Нет, отправьте золотых плащей. Хорошо. Да, пойдём. Вы отправляетесь к воротам, чтобы встретиться с толпой. Прикольно сделано. Раньше такого не было. Славься, Дейенерис! Вославим Дейенерис в её именинах. Успокоить толпу, помахать и улыбнуться. Давай помашем. Если толпы у ворот не избежать, то уж лучше она будет такая. Я полагаю... Я полагаю, с именинами вас, Дейенерис, были рождённые. Прекрати этот фарс. Благодарю тебя. 28 рекрутов, что шли на стену, убили сопровождающего их брата и буйствуют на королевском тракте рядом с Харренхоллом. Отправьте отряд и пусть ночной дозор разбирается. Давай, наверное, так. Моя королева, простите мне моё вторжение. К нам прибыли два ворона со срочными посланиями со стены из Мейерина. Со стены? Джон. Мейерин. Давай со стены. Я успел прочесть послание и должен предостеречь вас от следования зову драконьей крови и поспешных действий. Я хочу прочесть их. Молчать. Джон Сноу и половина наших разведчиков сгинули за стеной. Мертвецы уже близко. Помогите нам, Сэмбл Тарли. Мне нужно идти. Глупец. Мне нужно идти. Мейерин пал, моя королева. Я пишу это послание, а враг стучит в дверь. Стоит показать им наше гостеприимство. Дарио Нахарис. О, тут без разницы чего выбирать. О, вы крадетесь по узкому неосвещенному проходу, что скрыт под камерами темницы. Дрогон. Дракарис. Что-то всколыхнулось внутри Дрогона. По вашей команде он выпускает столб огня, испепеляя свои оковы. Нет, останьтесь, прошу, останьтесь. Ох, безумная королева драконов, неужели вы не послушаетесь меня? Если что-то случится с вами, я вернусь. Хотя бы скажите мне, куда вы отправляетесь? В Мейерин и на стену. Блин. Куда мы отправимся? Давай на стену. Мать драконов навсегда прокинула королевскую праву. В смысле навсегда. Их светлость пропала. Что? А почему навсегда? Силуэт Дрогона сливается с горизонтом, видение понемногу растворяется в приятно-ракочущем пламени. Я не понимаю, в Дейенерис течет кровь драконов, она не могла сбежать. Куда сбежать? Владыка Света, я не смею сомниться в твоей мудрости. Твой замысел безупречен, мне лишь не дано его понять. Если перерождение Азор Ахай не Дейенерис, тогда кто же? Тирион Ланнистер? Смелое предположение. Пламя бушует и извивается, и шрамованное лицо короля Тириона сплетается из его языков. Ну, в общем, у нас тут, кем только мы не будем играть. Следующий у нас Тирион. Дейенерис у нас как-то не очень получилось. Да здравствует величество. Зачем просить меня стать твоей десницей, если это шутка-то весьма дурного вкуса. Сир Джейми. Мне кажется... Мне она кажется забавной. О, я бы не осмелился. Однажды тебе вырвут язык. Ты нужен мне, Джейми. Да тракийская королева ошиблась с выбором. Народ ненавидит тебя, но я не могу позволить тебе умереть. Пусть и не в силах тебя простить. Я знаю и благодарю тебя. Так, что у нас за задание? Выслушать просьбу Севера, повстречать пирата, провести суд над Церсеей. Что тут? Да и не хватает. Два брата на страже престола, калека и карлик. Царе-убийца и отце-убийца. Сложит ли она с песней? Не зря же я плачу... Плачу бардам. Плачу бардам. Что ж такое? Самую лучшую песню. Ну давай так. Ваша светлость. До нас дошли тревожащие слухи. Кто-то убивает животных в блошином дне. И... Кошки, прочая мелочь. Их убивают жестоко. И будто бы на показ. Держи меня в курсе, и... Тоже мне большое дело. Держи меня в курсе. Таинственные люди в капюшонах устраивают ночные сборища. Это определенно связано с мертвыми животными. Тот, кто убивает животных, скоро начнет убивать людей. Не очень-то воодушевляет? Кто-нибудь пропал? Пара человек, не больше, чем обычно. Благодарю тебя. Оставь меня. Я говорю от лица всех великих домов. Ваше правление. Катастрофа для всего королевства. Лорд Вернан. Дом Ланнистеров. Довольно. Может, ты и прав. Давай так сделаем. Прикольно. Типа казнить. Налево. Безупречные, еще и бездуховные. Позвольте мне показать им свет истины. Хорошо. Ваше высочество. Исследовав останки животных, я пришел к единственному возможному выводу. Наш преступник умелый лекарь. Мне не до того, как ужасно. Ланнистеры напали на нас рядом с Харренхоллом. Ваши приказы. В атаку. Давай в атаку. А, ну. Понятно. У нас там армия зашкаливает. Как бы сейчас не проиграть за Дейенерис, мы уже вообще очень быстро слились. Так. Войска Ланнистеров прекрасно вооружены и славятся своей дисциплиной. По возможности избегайте логового столкновения. Посмотрим. Командуй моими войсками. Командуй моими войсками. Командуй моими войсками. Устанавливайте. Командуй моими войсками. Устанавливайте. Командуй моими войсками. Так, после этой битвы устанавливается шаткое перемирие, которое обеспечивает ваш заложник. Обратно возвращаемся в замок. Вера всемирых сильна в Вестеросе, как никогда. Это новая эра, эра чистоты и непорочности. Давай сделаем так, потому что у нас там Вера реально зашкаливает, и мы сейчас поплатимся просто за это. Безупречные только раздорили врага. Они продвигаются на запад. Отправить солдат? Защищайте восторг. Ой-ой-ой. Мы начали отстраивать Великую Септу. Помогите нам, и каждый будет знать о вашей доброте и благочестии. Кузнец из Перешейка нашел способ ковать броню легче и прочнее нашей. Нужно узнать как. У нас денег нет, чтобы еще какому-то кузнецу потом платить. По-любому же это не просто так. На это еще и материалы нужны и так далее и тому подобное. Ой, нет, не нужно. Ваша светлость. Вы порезали палец. Позвольте предложить вам бальзам, который успокоит боль. Дай мне его. Я приму боль с достоинством. До меня дошли слухи о возможном нападении дарнийцев на штормовой предел. Разузнайте больше, почему бы им нападать на нас. Порез выглядит хуже. Я бы посоветовал вам избегать контакта с другими людьми в ближайшие несколько недель. Один из ваших рыцарей очень груб с моей женой, Джилли. Прошу вас, сделайте что-нибудь. Давай. Хорошо слышать глаз народа. Необходимо великое множество ушей. Сейчас шпионская сеть пришлась бы как нельзя кстати, ваша светлость. Хорошо. Новая судьба. Воспоминания. Неизвестная лихорадка отняла сначала ваше здоровье, а затем и жизнь. Люди Вестероса еще долго оплакивали своего короля. Что? Типа блин, из-за того, что я бальзамчик этот не нанес на палец. О, как здесь все сложно. Тут, чтобы пройти до чего-то, надо очень сильно постараться. За Дейенерис всего три луны, затеряло на хотя бы шестнадцать. Ты звезда на ночном небе, рассветная зарева на горизонте. Даруй же свет своей слуге. Понятно. И у нас никто не открылся, наверное, потому что мы слишком мало выживали. Ну, в следующий раз, я думаю, за Дейенерис у нас получится лучше. И поиграем еще за кого-нибудь. Ну, в общем, неплохая такая адаптация игрушки под Игру Престолов. Я вообще не ожидал такого. Очень много разных фишек и такая, типа, любимый сериал, который, типа, пишешь свою историю сам. Ну, типа, как хочешь. Ну, примерно. Ну, как-то так. Ладно. В следующий раз, я думаю, у нас будет все намного получше. По крайней мере, надеюсь. И увидимся в следующих сериях. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.